Скажу несколько слов о нашем видении причин, истоков и направлении развития текущего кризиса. Очевидно, что этот кризис был спровоцирован тремя группами факторов. Первое – это все то, что было связано с геополитическими проблемами, вопросами санкций, контрсанкций, закрытия международных рынков, капитала и так далее. Вторая тема – это, конечно, падение цен на сырьевые товары, в первую очередь на нефть, и конец так называемого сырьевого суперцикла. И третья составляющая – это, собственно говоря, наши внутренние проблемы, все, что мы называем накопленными структурами диспропорции. И когда спрашивают частенько о том, что является ключевым или доминирующим фактором, ну, в взгляд, конечно, доминирующим фактором является третьим. Потому что отсутствует первых двух притенений нефти 110, и мы видели о том, что мы видели ситуацию, когда в последние два года перед кризисом наша экономика росла очень низким темпом, и этот темп все время падал. Это говорит о том, что потенциал нашей старой модели экономического роста был полностью исчерпан. Две цена – 110 долларов за оборитом, не помогала поддерживать высокие темпы роста. Но два непростых года – 2014 и 2015-е, которые были очень критичными для нашей экономики, уже позади. Экономика погрузилась в рецессию примерно на уровне, вернулась к уровню примерно 2011 года. Резко ослаблен курс рубля и спровоцированный этим валютный кризис. Мы пережили снижение суверенных рейтингов через несколько ступенек, дошли до так называемого мусорного уровня, это, к сожалению, очень больно ударит нас от долгосрочной перспективы. Резко ускорилась инфляция и падение уровня заезенцеления, то, чего не было последних на свет, но до этого падения доходов будет больше 10% и к новой реальности, с которой нам будет столкнуться, как с точки зрения социальных процессов, так с точки зрения влияния на экономический рост, с точки зрения спроса и отток капитала. Отток капитала составил в 2014 году за 150 миллиардов, и это очень серьезно уделило в том числе и полузолтовалютным резервам, которые у нас сократили уже в прошлый год примерно на треть. Проблема, как мне кажется, заключается совсем не в этом, проблема заключается в качестве наградации экономики, которая складывается. И в 2017 году, несмотря на то, что по факторам прогноза будет небольшой рост, мы считаем, что бывает небольшое падение в России и другие цифры, то есть о том, что экономика в 2017 году и в 2016 году будет находиться в рецессии. Опять, это не главный показатель. Главный показатель – это то, что экономика будет, не сформирование в целом, экономику будет декортировать. и декортировать, знаете, которые передают такое ощущение, должно быть складываться. Мы будем приходить, если не будет нового разворота с точки зрения реформ, мы придем к тому, что наша экономика будет веньшать. Потому что мы столкнулись с двумя отличными трендами. Ключевой тренд, который разворачивает все экономические процессы в уме, и все ландшинские процессы в уме, ускорение темпов изменения, ускорение темпов модернизации. И в то же самое время мы попали в структурный кризис, который характерен в данном случае для нашей страны, а не характерен для инфраструктуры. Продолжение следует...